Это ступенька интеграции наших восьми дыханий и нашего интенсива. И в этой интеграции нам будет помогать знаменитый тувинский шаман Николай Оржик. И я хочу поделиться впечатлениями о своих встречах с Николаем. Мы с ним знакомы уже второй десяток лет и дружим. И в 90-е годы я достаточно интенсивно изучал шаманизм, сибирский шаманизм особенно. Я был знаком с бурятскими шаманами, с тувинскими шаманами, с американскими шаманами. Через грофы познакомился с великим исследователем шаманизма Майклом Харнером. Регулярно участвовал в международных конференциях по изучению шаманизма, которые проводит доктор Валентина Ивановна Харитонова, собирая исследователей шаманизма со всего мира. И однажды мне позвонила днем Вера Сажина, тоже мой дорогой друг, тувинская шаманка, в бытность когда-то психолог, потому что она заканчивала психват Московского университета. Но когда она тяжело заболела, и врачи приговорили ее, по сути дела, ее духи, можно так сказать, направили ее в туву. И там она встретилась... Начало в Америке, в кондейце. Ну, потом в туву, в конце концов, да. И в туве она нашла своего учителя-шамана. Она исцелилась сама, стала исцелять других. И раскрылись ее таланты не только шаманки-целительницы, но и импровизатора, певца, который поет на многих голосах, и художницы. И вот Вера, с которой мы дружили и дружим сейчас, она позвонила и сказала, что приезжай ко мне скорее, у меня в гостях очень интересные для тебя люди из Тулы. Я тебя познакомлю, это, говорит, уникальная возможность. Ну, я, конечно же, собрался и поехал на татарский переулок, где живет Вера. И она открыла и подвела меня в комнату и сказала, это Мангуш Барахович, великий тувинский шаман, председатель общества Дунгур. Это был знаменитый Кенин Лапсан Мангуш Барахович, который при советской власти был собиратель тувинского фольклора, великий писатель Тувы, доктор исторических наук. А когда после перестройки он легализовался и стал основателем возрождения шаманизма, и таким главным административным, я бы сказал, шаманом, который всем помогал воскресать, восстанавливаться и так далее. И вместе с ним были два, ну тогда, по отношению к его возрасту, ему сейчас за 90, два молодых шамана, с которыми меня тоже Вера познакомила, Айчурек и Николай. И поскольку у меня тогда была очень такая сложная жизненная ситуация, я находился в своем психо-духовном кризисе, хорошо знаете, что это такое, когда Плутон находится в таком квадранте с Солнцем. Это у всех бывает между 35 и 42 годами. И мне нужно было тоже после экономического кризиса как-то из пепла возрождаться, потому что сгорели все деньги, все сбережения, все, что было до этого, как-то вот накоплено заработал и не знал, как продолжать дальше с издательской деятельностью. И вот Маргуш Барахович сказал, что мы поможем тебе. И сказал, иди сюда в комнатку, в маленькую комнатку Веры, где она обычно проводила шаманские ритуалы, исцеляла. И меня посадили. И вот два замечательных человеческих существа, мужчина и женщина, стали стучать в бубны с двух сторон. И я стал все больше и больше как-то откликаться всем телом на эти удары. Сердце моё стало биться в ритм. Я закрыл тоже глаза. И начали сгущаться краски. Началось такое путешествие. И вдруг я вздрогнул, потому что неожиданно для меня в звуки бубна вплелся очень мощный звук человеческого голоса, вибрирующего. Так я впервые встретился с чудесным голосом Николая Оржика. И вот Николай затем пел, и этот звук пронизывал меня вот всего. И я чувствовал, как я очищаюсь, возрождаюсь, вибрирую. И, несмотря на то, что я проходил через большое количество таких шаманских церемоний, я знал хорошо, что очищение – это самая главная, самая основная шаманская церемония, которая помогает для устранения препятствий в жизни, для устранения препятствий в судьбе, чтобы голова очищалась, чтобы происходило исцеление. Тем не менее, ни одной из этих церемоний не проходило вот так вот с голосом. И я через некоторое время заметил результаты. То есть появились неожиданно деньги на издание книги Мангуш-Бараховича «Шаманы Тувы». И эта книжка была и издана, и пользовалась успехом. Потом потихонечку жизнь стала налаживаться и в других планах. И вот в 2000 году я пригласил Николая на свой семинар. Мы тогда проводили семинары в кулинарном технике, условно говоря, пищевой промышленности, в текстильщиках. Кто-то помнит из старожилов это место. Да, вот Света помнит. И Володя Емельяненко тоже помнит. И в этом месте как раз я пригласил Николая. И Николай тогда впервые, я уговорил его, потому что он не хотел, провел семинар по целительному звуку. То есть он показал пять стилей хоумэй. То есть как этот звук применяется, как его используют шаманы. И потом сделал большое камлание для всей группы. И как-то вот наше дыхание прошло на другом уровне после этого. И семинар вот был какой-то вот такой вот весь в свете этого. Нам не мешали уже запахи кулинарные там всякие. Потому что внизу был колбасный цех. И там иногда эти запахи раздражали дышащих. Ну знаете, там какие-то химикалии, которые добавляют в колбасу. Я не знаю, тут есть специалисты, по-моему, пищевой промышленности. И вот я регулярно стал приглашать Николая на свои семинары. И его мастерство, контакт с нами, с европейцами, стало раскрываться все больше и больше. Приходили знания. И вот сейчас Николай известен во всем мире не только как великий тувинский шаман, но и как мастер целительного звука, который на всех континентах... Наверное, только в Австралии не было еще, да? Или вы уже, Николай? В Австралии. Значит, на всех континентах обучает шаманскому целительному звуку. И вот, как бы продолжая эту добрую традицию, специально для вас Николай и его помощница Аня... Аня, пожалуйста. Его помощница Аня сегодня в первой части, то есть до ужина, проведут краткий семинар, краткий, потому что обычно занимает минимум два дня такой семинар по целительному звуку. Краткий семинар по целительному звуку, чтобы вы немножко поняли это о чем. И уже какие-то упражнения могли использовать для своего собственного исцеления и начать раскрывать свой собственный голос. Николай покажет верхний, нижний, средний звук в стиле хумеи, обучит нас делать с нами упражнения и как пользоваться в жизни. А также покажет нам йогу, как мы можем для йоги, для упражнений, для раскрытия суставов использовать звуки, это его ноу-хау. А затем после перерыва Николай будет его сольное отделение, то есть он попоет для нас. Я очень люблю пение Николая, я хочу, чтобы вы тоже разделили это удовольствие. А затем после ужина у нас с вами будет великая шаманская церемония, камлане очищения, для того, чтобы все препятствия у всех были очищены, чтобы все пути дороги раскрылись и чтобы ничто не мешало счислению ваших самых великих, высоких стремлений. Чтобы все дороги были раскрыты и чтобы все продолжалось без препятствий. Вот такая у нас программа, и я приветствую... Мне дали задание, чтобы выполнить его перед вами. Что это за задание? Задание, чтобы дать возможность вам познавать самого себя. Себя и не меня. То есть то, что у меня есть звуком, вы должны в себе или испытать. Не только слушать, а испытать в себе. Каждому дано идеальный звук. Только вы просто не нашли ниточки, или нашли, или не используете свой звук. Или в детстве, где-то вы закрыли, без характера. Жизнь всякий бывает в кладе человека. Закрываться и мгновенно открывать, это уже непонятно как становится. При этом очень трудно будет привычка не отпускает себя. Какой привычка вы разговариваете. С каким привычком вы шепотом говорите. С каким привычком вы высоким звуком, низким звуком разговариваете. Очень многое пространство для речи, для разговорной речи, для пения, для мандры. Разные ступенки, разные варианты. Но все, что необходимо, это усиливать свою энергию. Энергия несколько раз усилует те могущественные. И научиться управлять своим делом. То есть соединить время и пространство. Где время, где пространство. Это общее понятие. Время и пространство соединяются, взрываются. А в нашем разговорной речи, пении тоже необходимый взрыв. И это взрыв, и происходит звук. Этот звук ваших мыслей, третий глаз управляет, переводит на характер, переводит на направление. Именно на какое направление вы в пространство поете. Будем изучать сейчас. Что самое главное для обучения духовности? Как вы думаете, что? Куда вы стремитесь, в начале где? Здесь, конечно, институты вас только направляют познавать. А все остальные здесь не учат. И правильно. Все в суде институтов так. В каком характере будешь? Как будешь принимать духовную силу? Как себя будешь уважать? Как в пространстве будешь находиться в своей твоей энергии? Как будешь уважать других? Например, в этом пространстве я не вижу такое пространство, которое вы единое и целое. Половина людей не знает, как спецедеть. Половина людей согнуты спином, позвоночником, угнетает себя. Значит, не уважает себя. Они не хотят перестраиваться в общее пространство, которое все мы хотим. И пространство украсить, единым пространством находиться. Разные. Раз мы разные, как мы можем исцелять другого человека, когда мы сами не умеем правильно сидеть, или стоять, или лежать? Духовности нужна дисциплина. Дисциплина для свободы тела. Дисциплина для свободы сознания. Если нет дисциплины, вы не сможете себя изучать, чем будут, какие занятия будут. Звуком, быханием, йогом, движением. Нет дисциплины. Вы начнете несколько времени, и потом бросаете, потому что вы начало не знаете. Нет дисциплины. Вы не поймете себя, какой поток энергии у вас течет. Или есть энергия, или нет энергии. Сможем ли управлять, или уйдить, усиливать, направить, взорвать эту энергию изнутри. Духовности – самое главное дисциплине, чтобы познавать самого себя, своего духа, своего сознания. Давайте будем подчиняться дисциплине. Это и есть путь к свету. Все мы будем бить, а я должен каждого подходить и слышать. Пожалуйста, садитесь сюда, ровно. Все сюда. Дальше, чтобы среди вас не находиться, ходить свободно. Вы мне дали такой микрофон, чтобы я находился среди вас. И слушал, дали. Чтобы вокруг вас, каждого я мог находиться. Я потом объяснил, почему я это требую. Я требую, как шаман, который прошел свой тяжелым путем водолей, я сам не знал никогда. Я нарушал свое энергетическое состояние. И летом нарушения, я сам болел, не понимая, как мне вести. Кое-вот нашел, но это уже начал я сам для себя создать дисциплину. Нет дисциплины – значит, мне нет радости. Как мне это радостно велить эту силу. Нет дисциплины – значит, у меня нет внутренних самого свидания. Поэтому разными позициями я начинаю лежать, стоять под лёжа. И если слушают учителя, вам очень хорошие варианты передают, а вы лёжа смотрят сбоку вот так. Как же я вам учитель своего сбоку смотреть, лежать и принимать свершенные, светлые слова или пение, или мандра, слышите лёжа, полный лёжа, лежать. Это нет дисциплины – значит, больные же люди будут. Самодовольные, высокомерные, маги величиями вы находитесь. Если нет дисциплины – этого будут и показать только, а не свободу, которой вы не привыкли. Есть свобода радости. В этом свободе радости вы должны ощущать само себя. Ваш копчик должен двигаться. Вы должны дать своему копчику свободу движений. Когда вы двигаетесь, если копчик ваше позвоночник начинает двигаться, гармония движения копчика позвоночник создает. Ваша копчик, как крепло, которое двигает лодку, не шуметь, не волновать озеру, но двигаться, радоваться. Пожалуйста, вздавайте по часовой стрелке, ваше почте двигаться. Незаметные движения создавайте. Это есть звук, это есть радость. Там нет радости, откуда звук получите, откуда в сердце будете знак тачки радости. Нижний час не работает, значит, холодно половина. суставы работают, но это значит, суставы мертвые в глаз. Высошли. Двигайте по часовой, вы постоянно будете до конца это занятие, будете слушать, петь и двигаться. Если новик, конечно, требует ваше тело, вашему подчиняться своему делу, вы не заставляете найти другую позу. Эта поза никогда не лечит, исцеляет вас. Ваше ум исцеляет ваше тело, создавая звук. А ум, если подчиняется телу, значит, больные не можете познавать себя. Исцеляющий звук. Независимо, какой звук я буду издавать. И вам тоже какой звук хотите. Если хотите, как у меня, то вы должны постоянно, каждый день, два раза должны упражняться разными упражнениями. Если вы хотите, действительно, ваша звук и голос, естественно, и голос тоже будет упражняться. Без упражнения очень трудно раскрывать свои перевычки. давайте попробуем так. Закрываем небо, будем видеть эти глаза. Языком небо закрываем плотно и мысли не будем вибрировать здесь. Через носовый резонанс будет звук здесь ударим. Слушайте с начала. Слушайте. Все звуки только носовым резонансом. Почему? Потому что внутренне, каждая точка носовая резонанса, когда проходит теплый воздух с энергиями, должен шелчок тать. Этот шелчок есть подтверждение звука. Этого звука здесь зеркальным отражением шелчок тает в ней переходит сюда. Корно поет носовый резонанс повторяет этот звук и несколько даже в широком смысле управляет, мысль создает и характер появляется этим звуком и в конечном итоге разговорные вещи получаются. Попробуем. не забывая, не забывая, не забывая, не забывая. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Это просто мы хотим подражать. В самом деле, если звук страдается, внутренности языка и неги тоже давление, внешней части языка тоже давление, через небо и неги тоже давление, через нижнюю часть тоже давление. Но в самом резонансе, видите, сила отправляется к языку тоже давление. Таким образом, со всех сторон мы должны неги пустить. Эта неги, именно эта неги превратилась в звук вот здесь, а не здесь. Э-э-э, это не звук. Э-э-э, только здесь звук надо издавать, а не угнетать голос. Давлением будут происходить звук, свистящий звук получился. Давлений нету, значит, вы не могли управлять своими негями. То есть, звук-то очень низком уровне. Низком уровне вдох-выдох не дает звук. Если сильные давления вдох-выдоха, то в зубах, как скала, пробивает, а обратно переходит, когда обратно толкается, и снова начинается толкать неги в огне, и тогда происходит звук. Просто так не получается. И неги нужна вам. Пространство научите его вибрироваться. Поэтому тогда ваше сознание становится немножко ясным, но Бог умеет управлять своими негами и телом. Еще раз. Я зубамы даю вам зубамы пить. Просто зубамы научили их. Слушайтесь. Это я своими неговы давлений создавал зуба, при этом обучаю себя издавать зубы. Речи. То есть, они все одновременно учите здесь, они гордо здесь пеют. Хоккей, звук, хотите, тут надо упражняться, учим звуком своим, желаем звуком, и голосовую связку учим, как надо петь. Поэтому необходима сила, отдоха, вдоха, слушайте сейчас. Попробуем вместе, звук такой. Нашли этот звук, теперь ищите. Попробуем вместе. Попробуем вместе. Это резкий звук оттуда. Откуда появляется звук, по ступени начнете почувствовать. Это звук оперных персов. Вот здесь лежит. Прямо упражнение начинает. Это упражнение готовы. Нет, это упражнение. Легкость. Регулировала. 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 Поехали. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Задний час неба, передний час, горда, он соединяется, Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дол DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ПОЕТ. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо. В этом звуке два направления. Первое на высокие звуки, второе на низкие звуки. Вибрациями или высокий звук стеца. Слушайте. Ну то поднять это очень трудно. Теперь попробуем еще раз. Куда? Притягивая свою звуку. Просто энергией в доведении делайте в зубах. О, хуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Ом, 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 ом. Ом, 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 ом. Ом, 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 ом. Ом, ом, ом. Ом, ом, ом. 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 Ом. Ом, 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 ом. 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 ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Солнечное следение. 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 Остательное следение. Всё. Солнечное следение. . Давайте попробуем. Солнечное следение. Солнечное следение. Иии 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 Промансируем Не есть, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень грамотно чувствовать своим телом и управлять энергией своими На этом мы заканчиваем упражнения разные Это просто азбука, который у себя есть Вам интересно, чтобы вы усвоили и начали выступить Упражняться в себе Нет такой сильной тайны Тайна в том, что вас с носом резонансом, голосовой связкой Они одновременно вместе поют 50 и 50 просит При этом и диагноз Потому что если они оба Так свободные оба Одинаково начинают петь Получается два звука Высокий и низкий Они одновременно Солнение поются Слышны два звука? Вот на этой базе Это два звука упражнения Будет упражняться, чтобы Чего-то начало слышать Каждое исполнение Спасибо Я немножко сейчас перерыв Сделаю пять минут Потом начну, наверное Немножко исполнение Разное Поятного